Вот мы сегодня попробуем Монти Джека. Это разряд твердых сыров. Он сопоставим, наверное, с пармезаном по твердости. Сладковатый ореховый вкус с нотками черного перца. Съедобно даже корочка. Пересекать океан не нужно. Американский сыр делают из козьего молока наши соседи, семья Исипенко из республики Алтай. 8 лет назад оставили шумный мегаполис и перебрались поближе к природе. Родственники были не в восторге, вспоминают сыроделы. Они нам объявили бойко. Да. Вы что? Никуда вы едете? Из города? Куда-то в глушь? И только бабушка Мариной сказала, правильно делаете. Главное, она спросила, там вода есть? Я говорю, воды там много. Мы прямо на реке. Езжайте. А потом, говорит, подождите. Пошла в комнату, у нее там был тайничок, приносит деньги и говорит, обязательно купите коровку. Вот только купили не корову, а козу. И понеслось. Козьего молока напились вдоволь. Захотелось сыра. Купили закваску, бактерии, сыр по известным мировым рецептам получался. Да только все не то. Тогда Марину осенило, что магазинные добавки лишние. Все бактерии, они уже изначально содержатся в молоке мамочки. Любой. Человека, козы, коровы, кого угодно. Там такая микрофлора. Вы смотрите на молоко, вы смотрите на его состояние, вы понимаете уже по запаху его кислотность, вы понимаете, что вам нужно с ним сделать и какой сыр у вас получится. Сегодня Марина делает сыр таким, каким его делали наши предки несколько веков назад, когда не было лабораторных бактерий и магазинных ферментов. Издобавок только соль. А я мечтаю, чтобы у меня в каком-нибудь сыре поселилась голубая плесень. Вот эта живая плесень, которую я туда не вносила, она изначально находилась в молоке, в козьем. И это волшебство, что она вот в этой среде сумела выжить. Швейцарский пряный эминталь, голландский кремовый гауда, польский сладковатый родомер, английский с кислинкой чеддер, а еще коза в яблоках и трезвая в грушевом пектине – собственного производства. Пока 26 сортов, но это не предел. Кстати, уникальность сыров еще и в том, что у них нет срока годности. Наоборот, им, как и хорошему вину, нужна выдержка. Бактерии, которые в нем развиваются, они там постоянно развиваются. Они преумножаются, и вкус сыра меняется каждый месяц. В святая святых, где готовят сыр, посторонним нельзя по понятным причинам. Нужна стерильность, да и производство авторское. А вот с козами пообщаться можно без проблем. 38 голов – все общительные. Отрываешь, там масло между волокнами. Семья Исипенко воспитывает четырех детей, трех сыновей и начинающего сыродела – дочку. С козами восьмилетняя девочка давно на «ты». Радамир рассказал о своем первом опыте доения. Я взяла самую нормальную козу, спокойную, у которой были очень большие птицки. Я начала ее доить. Руки у меня устали, но я продолжала доить. Доят три раза в день, провожают на пастбище столько же. Оно в горах, путь не из легких. Мы их оставляем. Когда они отворачиваются и едят траву, мы быстренько отходим. Но если хоть одна коза, хоть чуть-чуть на капельку увидела себя, целое стадо пойдет только за тобой. Крафтовые сыры семьи Исипенко пользуются спросом по всей стране. Их заказывает Томск, Красноярск, Симферополь, Петербург. Не говоря уже о близлежащих регионах. Семья часто устраивает дегустации, люди пробуют и хотят еще. Сыродели они называют не иначе, как творчеством. И сравнивают с полотнами Рембрандта, Манеа и Вазовского, чьи картины хочешь видеть снова и снова. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.